МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь наш круглый стол. Методическая идея по теке час. Или как работать с фразеологизмами в национальной аудитории. Мы уже четвертый год подряд проводим фразеологические путешествия в качестве домашнего задания. Мы путешествовали по морям, по волнам. Было у нас путешествие кулинарное. И оно в прошлом году как раз было такое, что еще не обедали, а все об еде говорят. Все на экране. В общем, это была тема о вкусах не спорит. Она была посвящена русской и национальной кухне. Вот в этом году вы уже знакомы с темой. И поэтому мы будем рассматривать ваши презентации и как бы оценивать для себя именно ваши методические идеи по объявленной заранее теме, по теке, час. Напоминаю, регламент выступления каждой команды в 7 минут. Так. И выступления университетов как хотите. Хотите начнем опять по албавиту, хотите с конца. Тогда будет Шуминский университет первый или Вармейский. Как настроение? Шуминский. Так. Шуминский. Да? Ну давайте. Шуминский университет. Готовится Грузия. Воистину студенчество – прекрасная пора, хоть и не всегда легкая. Но, как говорится, от сессии до сессии живут студенты весело. Чего они только не вытворяют. И смешные до слез укола, и катание на тазиках в общежитиях, и банальный сон на парах. При этом в каждом университете есть свои шутки и свой фольклор. Предлагаем вашему вниманию подборку фразеологизмов и попробуем объяснить их с точки зрения студенческой жизни. Работа не волк, плес не убежит. Отсюда следует, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на одну ученую. Неизвестно, а масленица. Этим выражением можно описать вообще не сравнимая галлос, и счастье придет в сущном паре. Не все коту масленица, а будет и великий пост. Это приводит к мысли, что сессия очень опасна. Она может четыре месяца следить за ничего не подозревающим студентом, а потом внезапно напасть. Убежать от нее невозможно. Вот и в небезельник. И в праздник и в понедельник. Это значит, что правильный студент живет весело, на грани отчисления. Но чужие на этом празднике живут. Так говорят студенты, которые думают, что диплома в высшем образовании нет. Я-то никогда. Сегодня саввы, завтра варвары. Очевидно, что у студента два праздника. Новый год и каждый день. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Это наводит меня на мысль, что у нас старая студенческая традиция. Каждый год в январе мы с друзьями ходим на сессию. И паримся там. Вовремя чумы. Значит, что сессия во время праздника причиняет вред вашему отдэйку. В день свят суеты спят. В день свят и наши дядьва спят. Так я отвечаю маме, когда она меня спрашивает. А ты какие-нибудь способы подготовки к экзаменам знаешь, кроме молитвы? Вот. Я классно погуляла летом, а у меня еще проживает сессия на закрытии. Выражение «Будет и на нашей улице праздник» приводит меня к мысли о том, что ночь перед экзаменом, как ночь перед Рождеством. Ты не спишь и надеешься на чудо. Дорогое очко, как Христово дню. Мне так часто говорят преподаватели, когда я опаздываю на занятия. Но если вы опоздали и пришли только ко второй паре, не огорчайте спутчиться, никогда не поздно. Когда кошки нет дома, у мыши праздника. Этим крылатым выражением можно описать большинство, которое испытывают студенты, когда узнают, что преподаватель отсутствует и парой не будет. Масленица объедуха, деньгам приберуха. Так говорят студенты, когда осознают, что стипендия – странный предмет. Вроде бы ее есть, а через пять минут нет. Когда звонят, наверное, праздник. Отсюда видно, что чем ближе к занятию, тем громче студентой здоровьица с преподавателем на улице. Вот тебе, бабушка, ее рев день. Этот фразеологизм точно описывает то чувство, когда преподаватель просит меня ответить на вопрос. Выражение «Вальбургиева ночь» обозначает День защиты диплома, который всегда заканчивается одинаково. Чего никто не помнит как? Празник, белоличка, будень, чумичка. Так говорят мне подруги, когда я им объясняю, что меня не избивали, не насиловали, не грабили. Я просто вернула с учеба. И помаши вългарски суперзематизмом студентчика жизнен можно описать так. Не знаем ни делник, ни праздник, ни лекции, ни спицы. Казали, че от работа се става гълват, а не богат. Зарази това и мы с коллегите понякога скъсваме с вечера и отчуваме на танцы, дори, макар, че за жаление, не все генерали людям. Но какво да се прави, като се панаме на порога, ще вжиграем до края? Студенческие годы. Это замечательное время, которое дарит множество открытий и веселья и позволяет найти новых друзей. Во время учебы студенческий народ часто осветует, как ему тяжело живется, ведь постоянно не хватает стипендий и два раза в год на пару недель приходится становиться сверхчеловеком. Но как только студенты прощаются с университетом, они понимают, что это было лучшее время жизни. Цените студенческие годы, ведь они так быстро пролетают, а назад уже вы не вернутся. И помните, что студенты — это не призвание, а это состояние души. Студенты — это не призвание, а это не призвание, а это не призвание. По составу и структуре лексическая единица. Неделимые и целственные по значению словосочетания или продолжения, которые выполняют функцию отдельной лексеми — словарной единицы. Это словосочетания, создаваемые в речи по одной из существующих синтактических моделей, фразеологически не связанные, легко разлагающиеся на составляющие его части. Чем отличаются свободные словосочетания от фразеологизмов? Например, свободные словосочетания. Любое из слов можно заменить другими словами. Слова сохраняют свою смысловую самоостоятельность. Создают в речи, не требуются поминания. И в фразеологизме. В них в составе нельзя заменять слова по своему желанию. Слова теряют свою смысловую самоостоятельность. Не создаются в речи, а как и слова, используются готовыми, требуются поминания. И также свободные словосочетания. Повесить велье. В фразеологизме. Повесить нос. Золотой браслет. Золотые руки. Волчий хвост. Волчий аппетит. Приведем пример нескольких фразеологизмов о празднике веселим. Итак, будет на моей улице праздник. Праздник удачи. На работу, как на праздник. Праздник те, что происходит на твоей душе. Для ненимых всегда праздник. Каковы гости, такой праздник. Когда кошки нет дома, умышай праздник. То праздник удачи, то до света, до пья. Вот мы сапоставили в нем грузинские и русские фразеологизмы. Будет и на моей улице праздник. Чонь, мой данзец, и к небу будет. На работу, как на праздник. Как и хрен, че, сепелит медиода. Для ненимых всегда праздник. Займутся весту слова, литра, займем. Это то же самое, да? Так же мы подготовили и сопоставили фразеологизм на землю веселья, праздник, танцы. Не только в русском и грузинском языке, так же в армянском и английском языках. Например, один поет, другие мешают. На армянском это звучит так. Хи, хо, хо, бет, ерке, ерку. В каждой шутке доля правды. Амень, как аки, кэси, чи, шты. Смеется тот, кто смеется последний. Тица гумена, о перчу, мэтица он. Английский и блузский фразеологизм. Праздник бывает на газе дзем. Христмас comes but once years, but when it comes, it brings good cheer. Для всяк весел, что поет? Олармад березе, танц лайтли. Будет и на нашей улице праздник, А сейчас мы хотим провести викторину. Пожалуйста, каждая группа, пусть выберет тебя лидера. Та группа, которая победит, получит подарок из Грузии. Давайте начнем. Начинаем. Давайте. Начинаем. Пожалуйста, покажем. Да. Давай. Вы выбрали, кто пойдет. Пожалуйста, покажем. Пожалуйста, ответить первое и правильное, подучим, получит подарок. Хорошо. Надо подходить или с места? С места. С места. Да. Хорошо. Готовы? Давайте начинать. Найдите правильное продолжение фразеологии. Можете начинать. Служба службы. Нет, нет, не так. Дружба дружбой, а служба службой. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь, что посеешь, что и пожнешь. Умный себя винит, а глупый своего товарища. Дружба, как стекло. Разобьешь, не кожешь. Да. А так есть подсказка. Пожалуйста. А вот, что право. Вторая. Надо найти антоним и фразеологист. А вот эти антонимы. выбрали И последнее надо подобрать клапан с радиологией. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за внимание, до свидания. Голдинский университет. Запивай, мама, песню. Запивай, тебе легко. А мне не запивается, мой любимый далеко. Ой, доченька моя, не надейся на ребят. Мне по совести гуляют, мне от сердца говорят. Я бросала и устала, и сняла колочек ног. Я любила и забыла, а у меня запойки не смотрят. Здравствуйте, девица и здравствуйте, красная. Что же вы стоите? Вы, наверное, как и мы, петь и бросать хотите? Я не знаю, как у вас, но у нас так водится. Год живут, другой живут, а потом разводятся. У меня любимого нет, мне его не надо. Войду попрошу вся моя отрада. Давай, белая красавица, забейдем по ухажеру новому. По высокому, по красивому. По болгарину чернопробовому. Пойдем на наши посиделки, спляшем танец быстрый. Будет у тебя, женя, молодой и шустрый. Поглядите, девочки-болгарки, плясать нам неповадно. Нам бы лучше спеть, а то плясать досадно. Досадно! Вы в своем уме? Раз вы не слыхали, девка пляшет, сама себя красит. Ваши пляшут, наши плачут. Не плачет, не уникай. Вдруг быстренько вставай, плясать с молодой честь. Под старость не научишься. Будем танцевать болгарскую рученицу. Смотрите. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Запомнили? Давайте попробуем. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Хорош, невеста, молодец. Тебе же скоро подвинется. Колесо без прав грудку. Вон! Парк идет, сплашешь потево дудку. Что же вы тако изговорите? Идите от нас впроч. По виноватся, никому не будет, моя дочь. Видимо, и меня с русским туга. Я что-то не так сказала, да, подруга? Минуточку, погоди. Я по-буду шанси ти. О! Что-то у тебя такое? Посмотри. Лосак почутал дудку. По выражению употребляется значение, действует не по собственной боли, а по произволу другого. А-а-а! У меня в памяти дырка. Это ничто иное, как болгарское. Играя по нечая свирка. Девушки-болгарки, простите мой задор. Этот маленький пробел не буду вставить вам в футбол. Мама, тише, погоди. Музыка услышана там вдали. Не буду больше про развод. Заведите танец на работе. Красная девица, ты куда? Да, у нас хоровод плашут до конца. Да, не надо бросать начатое дело. Жить надо смело. В Болгарии говорят, знай, хванулись на хороту, что его играешь до края. Хванулись на хороту, что его играешь до края. Хоро – это хоровод. Да. А до края – это до конца. Да. А что это означает? О, я вам скажу. Хоро – это хоровод. Хванулись на хороту, что его играешь до края. Если сам добровольно взялся за какое-либо дело, заплъняйся и победят. Вот оно, что мама взялся за гуш и не говори, что не бьешь. Простите. Мама, мама, милый не написал. Говорит, что вскучал, жалел. Милый обраняться, только тянется. Вот и конец нашей ипотехи. Прежний жених только помеха. Не грустите, и у него, и у них, и у них. Ибо у нас начинается настоящий ипотехи-час. Педагогическую идею можно использовать при работе с старшеклассниками и студентами на уровне знаний русского языка B1-B2. Итак, команда из Польши, Педагогический университет города Кракова. Сегодня мы хотим представить несколько пословий, связанных с танцом и с борьбой. И вот, это первая пословица, связанная с танцом. И эта пословица, ну, можно сказать, уже, ну, не столько пословица, просто габирует. Время от времени говорится, не втанцевается. И что это обозначает? Я вентанцевается, то есть не получается, не выходит. В литературном языке эти слова не вентанцевается. Не было этих слов до тех пор, пока не увидела свет, повесть Николая Васильевича Гоголя. Ночь перед Рождеством, и в ней, помимо прочего, рассказывается о том, как подпишет дед, стреляется на огородах, и, ну, и доходил до середины конца, ничего у него не получалось. Не берет, да и не берет. Ноги, как деревянные стаи. Берешь, ябланское место. Берешь, сатанистское наваждение. Истинство слова и начало спускать в дробь. Елха, любо, оградеешь, галчей, бездерни. Не, не в этом забывается. Да, и то. Елха, любо, и очень живое стаи. Возможно, Бога сам придумал его, или же подслушал украинских христиан. Так пришлось вам нраву, что мы до сих пор, митраизм с него уже не в танцевальном значении. Дело не втанцевается, работа не втанцевается, и так далее. Отпустить дальше. Мы хотим сейчас представить фрагмент одного произведения. Из которого он делает это? Вдруг скандал. Одна нога у Сережи раз-продвезерка. Он заплетается за другой, Сережа сбивает истанка, и останавливается. Эх, а какой ты, брат? Сукором говорит, одет. Ну, ступай. Опять в печке. Начинай сначала. Изборки отправляется к печке. Уныло добавить лечить. Конкурсионный, с птицей, возвращается в серьезных печках. В сиатных сценах исходило в середине измельчающих подробностей. Все эти детские страдания, которые он испытывал в 15 лет назад, Опять все за силою воскресить днем. Как будто он только сиюм нютуш, Останился в танцах и возвращается к печке. Для того, чтобы опять начать сначала. А теперь что же я делаю? Зачем я еду в русский центр в армию? Вдруг с ужасом подумал, оп. Ну да, это я возвращаюсь к печке. Теперь его положение опять стало ему совершенно ясно. Деревня, Москва, Петербург, Европа. Дошел до края и опять туда, в деревню. Да, именно в деревню. Потому что печка не в Петербурге, а даже не в Москве. Она там, в деревянском доме. Стоит на том же месте, где стояла 15 лет тому назад. И для того, чтобы начать сначала, Необходимо вернуться опять туда же, В той же самой из Ростовой Петке. Встать в три дупозитив и опять. Раз, два, три. Раз, два, три. Ус. Выражение «Санксевач» отлично. Выражение подчеркивается в значении преступления, Какого-либо делать. Либо разговоры. Начинать всегда с одного и того же. Разрушается к исконному путь. Висхождение его объясняет одна из тем, Неоконченного романа Василия Алексеевича Светцова, Хороший человек, Которым, по-видимому, Как и вы видели, Оно и поплинчезовано. Герой этого романа, Не служивый дворянный теременец, После бесплодных трансования по западной Европе, Разрушается в Россию. Мечтая о том, Как он будет работать и Служить народу, Почему-то вспомнил, Как его учили детские танцеры. И дальше. Кто знает, Что это за выражение? И так говорится В причине того, Что у вас Служить парадийскому путь, Возвращается, Потому, что в новой и старой веке, Возвращается к шалунам, Домашнюю, Семейнюю, Патриарханную, Расправу, Уваженность В русской поговорке, Что за спадью, Заебиот, Ныне место разок, И за неименем Других, По-другому, Свет, Атракаша луна, Выполняют На западаниях, На западаниях, Что видела на первой истинной картине, И мы можем еще сказать, Что есть также такое выражение На польском языке, И оно звучит, До высела зацепить, До весела зацепить. Тоже предложение? Да, тоже самое. Ну и теперь, Глория, жениться, нужда, замуж, бедность. Говорится, что жениться бедных, неимущих людей. Жениться, перемениться. Говорится, с надеждой на исправление легкогрессивного, бедренного человека. И это все спасибо за внимание. Итак, Молдавский государственный университет готовится в Миланске. Наверное, еще раз здравствуйте всем. И мы хотели бы показать то, как мы готовились. У вас, как раз вот этому, хотели бы представить вам методическую идею к уроку на тему потехи часа или как работать с физиологизмом в национальной медшколе. И мы хотели бы показать на примере двух разных культур сходства и различия фразеологизмов, чтобы показать, что в дальнейшем может положительно отразиться на изучении культуры, языка и физиологии. И это то, что вы видите. Выбрали как эпиграф в нашей сегодняшней встрече. Я думаю, все прочитали. И в первую очередь сейчас в преподавании, как нам кажется, важен интерактив. И мы хотели бы показать игру. Это две разные культуры. Румынский, молдавский и русский. И слова, которые связаны с праздниками, которые в двух разных языках имеют похожее звучание, похожее значение. К примеру, в русском хороот и молдавской хора это национальный танец. Масленица, Мартишор — это два праздника русско-руминский. И есть очень много таких слов, много таких примеров, которые находят отражение в другом языке, в другой культуре. И все культуры имеют как различия, так и схожие черты. Это очень важно. На примере этого упражнения, я думаю, каждый может увидеть и выявить общие черты, которые помогут в понимании фразеологизма русского языка. В первую очередь, русского языка. Дальше упражнение «Брейншторм». Я предлагаю всем вам поучаствовать в нем, потому что все готовились. Я думаю, все видели фразеологизм, все там что-то искали. И я предлагаю каждому, кто здесь находится, попытаться назвать фразеологизм, связанный с праздником. Ну, как-то смелее, думаю, это должно было быть. Это морковки на загородном. Первый есть. О, какая прелесть, спасибо, я еще готов тогда. Назвать, я поддержал, потому что, думаю, готовились все, и у всех есть какие-то фразеологизмы. И английского «Байрама». Спасибо. Все, оставьте. Давайте, давайте. Мы поддерживаем. Водите до нашего Лесной Райдбе. Что он идет? Конфир? Да. Есть, есть, есть. Молдасты. 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 И все про масло. Да? Да. Ну вот, если уже там варианты начинаются, кто-то что-то вспоминает. Кто-то что-то вспоминает. Да, Галь. Да, да, да. Я болгарский словец. Хочу сказать. Не всякий день, не велик день. А за болгарский кто-то не оценивает. Не-не, почему? Это же связь культуры. А, свои непонятные. Давайте ещё. Я уверен, что здесь кто-то знает. Ещё, ещё. Вот, давай. Это здорово, что мы нашли отражение в своих языках. Ну, отлично, потому что есть связь культур. И это очень хорошо. Я думаю, мы продолжим. Я знаю, что есть сегодня команда из Румынии, наши соседи, друзья. И я хотел бы, чтобы вы мне сейчас помогли. Потому что у нас язык похож, румынский, культура похожа. Но в примере хочу показать, как это действовало бы в молдавской школе. То есть я предлагаю вам сейчас найти, попытаться найти эквивалент румынских афоризмов к русским. И это было бы интересно. Я думаю, что вы исправили. Адонсанцию курицам прибавка и сайт подчетный приём. Подчетный приём. Да. Подчетный прием. Подчетный прием. Жизнь идёт в том, что он ещё вернулся. Да, это правильно. Явно видно, что даже не зная углублённо в русских фразеологизмах, но есть схожесть, есть созвучность, мне кажется, и можно догадаться. Это огромный плюс для развития русской культуры. И ещё есть игра «Крокодил». Я думаю, все знают правила или кому-то нужно объяснять. Мне сейчас будет нужен один человек, которому я загадаю фразеологизм, который он должен будет показать всей аудитории, и вы должны будете попытаться его отгадать. А кто «Крокодил»? «Крокодила» кто захочет? Кто готов? Я пишу. Ну давайте, кто готов поучаствовать? Кто хочет быть «Крокодилом»? Я как бы фразеологизм объясню, там всё понятно будет, не очень сложно. Нет, ну если никто не хочет, я пойду сам выбирать. Хорошо, справа-слева только скажите. С другой стороны. Пойду слева, значит. Слева-слева-слева-слева-слева-слева-слева. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТОММЕНТЫ Приходила, это была металлический улов А, тебе он не нравится А, вы нас сразу как напугали По времени однако, напоминаю, ассоциация Да, и последняя игра на ассоциации Мы вам покажем картинки и вы должны попытаться отгадать ребус, какой патологизм здесь загадок Там нарисован стол, нарисована гора Это гора Если гора не дармаганет, то мы не отпустим праздником Даже не дармаганет А пир горой А пир горой правильно Спасибо У вас будет сладкий жид Да лучше Ещё один, но я думаю, тут не надо объяснять, что нарисована эта книга Тоже связан с праздником и очень распространён Не с праздником вообще Ну, в целом Дорогие мои действия Какая нога? Одна нога, хорошо, четыре лучшие Одна нога, хорошо На широкую ногу На широкую ногу На широкую ногу Да, жить на широкую ногу Да, все Да, все Они не услышали Всё 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 Спасибо за внимание За участие Итак, Миланский университет представляет домашнее задание Здравствуйте, ребята и здравствуйте всем Здравствуйте, Александра Робертовна У нас сегодня необычный урок А вы знаете, что сегодня празднуют в России? Масленицу Празднула, молодцы И вот я подумала связать нашу тему с этим праздником А если мы хорошо будем работать, я вас удачу потом динамику Но сначала поработаем, как говорят итальянцы Сначала что должен, а потом что хочешь Прималь довере, пой пиачере Точно, молодцы Итак, начнём Вспомните, пожалуйста, в разделе гибни на итальянском языке Со словами праздник, веселье, танец или пиаска Ой, Александра Робертовна Прималь довере, пой пиачере Молодец А можно я тоже скажу? Давай Когда гатта не встает, то пи бала Умница И я знаю, я знаю, я знаю Молодец А я знаю что динам Прикрасно, умница, молодец А я еще знаю Давай Прикрасно А теперь А теперь вспомните наши слова Вспомните на русском И скажите, какие из них могут послужить эквивалентом и вашим примером Кончи в диалогу я смела Прималь довере, пой пиачере Молодцы Мне все как у масленица Молодец Молодец Умница А без пирогов у праздника Умница А вот это второе задание Выберите самую подходящую пословицу каждой картинки А вот это первая картинка Что вы думаете? Ну думаю что это Кончи в диалогу я смела Ну конечно А вы постарайся как кинга Это я думаю не все коту масленица Умница А вот это третья Ой, а это киридори де ультима А, не-не-не, только по-русски А, ну по-русски Хорошо смеется тот, кто смеется последний Давайте прекрасно А вот это картинки масленицы Может быть без блинов не масленица, а без пирогов не праздник Конечно, умница Можно я скажу? Давай Кот из дома, мышки в плязь Конечно, молодец А вот это третье задание Сойдите по словам, используя на эти разрезания пополам фразы Кончи в диалог Гуляй смело Молодцы Не все коту Масленица Прекрасно Кот из дома Мышки в плязь Вот Хорошо смеется тот, кто смеется последний Прекрасно Без клинок не масленица, а без пирогов не праздник Молодцы А вот это четвертое задание Расскажьте картинки по порядку и расскажите историю Кто же думаете первая картинка? Я думаю, что это где написана причесочка, да? Да Молодец А еще? А я думаю, вторая картинка это вот нижняя, когда пришли в парикмахерскую, наверное, мама с дочкой Прекрасно Прекрасно А потом? Ну и последнее задание Разыграйте диалог по ситуации Кот из дома мы шли в плязь Ну это же трудно Ну это очень трудно Ну это очень трудно Ну как хорошо вы усвоили нашу тему Фразе логизме Как вы думаете подходят лучше в этой ситуации фразе логизме? Ну наверное Кот из дома, мышки в плязь Ну и в плязь А давайте с нами, все вместе к нему участвуем, потому что у нас же Масленица Спасибо Спасибо Следующий университет Румания Да Это наша презентация на тему «Потехи час» Мы нашли много выражений, но здесь будут только те, которые нам больше всего понравились Делу время, потехи час Всему свое время Делу и потехи Делу должна быть посвящена большая часть времени, а развлечением меньшей Говорится обычно в качестве напоминания человеку, который развлекаясь забывает о деле Ну конечно же на наши любимые это первое значение Выражение написано царю Алексею Михайловичу Оно собственноручно и написано в начале урядника сборника правил Соколин и охоты, которая была одной из любимых по тех 17 века боярной Руси Соколин и охоты Станзеват под чужую волю Сношение Подчиняться кому-то Сынушкин И погонять чужую волю Посмотрите на рисунок На лицо флейтиста и на лицо флейтиста и на лицо флейтиста Разве они выглядят веселыми? Не очень Леся перед кем-либо В значении Своими действиями Пытаться задолбить Расположить в себе другого человека Здесь интересно то, что мы на арминском по-другому говорим В дословном переводе Подлизываться Как собака Которая думает только о косточке Либо влезть по чуту козу Как клещ Танцы с бутном Это нестандартные решения проблемы с общаствованием нормального способа Пустицу кустам В тучке На стадист Сזה В тучке Леспондент И Durso Через Один Пустица Слыш 낭ошенных Слышна Костер Один Медли Трви Трви Пустина Трви Пустина Вы думаете, что это? Спинка. Если нестандартные лечения компьютерной проблемы не помогают, то логичность иступает к нестандартному, который по аналогии с примером слева он не называет танцем спидном. Плясать, танцевать, от печки. Повторять заново, с самого начала. Начинать всегда с одного и того же. Возвращаться к исходному пункту. Делать что-либо, начиная с привычного места. Но, как уже сказали сегодня, происхождение этого прозеологизма из романа Степцова «Хороший человек». И еще обычай учиться танцевать от печки был распространен в России 19 века в дворянских семьях. Благодаря известности этого обычая вошел в обиход выражение «танцевать от печки» в переносном значении. Клинику всегда праздник. Кто не любит худиться, всегда на этих долгах не работает. В Москве каждый день праздник. А почему? Интересно происхождение этого выражения. Чем это объясняется? С точки зрения странобития, это связано с тем, что в Москве очень много церквей. Например, 10 лет тому назад в Москве насчитывалось 550 храмов. А сейчас уже их стало в два раза больше. Представляете? А, кстати, сегодня, 21 августа, праздник, по крайней мере, двух храмов в Москве. Это храм Николаевского творца в Храмовниках и храм Великого Мученика Георгия Победоносца в Грузинах. Конечно же, мы работали над этой презентацией весело. На веселе, веселом, приподнятом настроении. Ну, конечно, пили воду только, потому что было жадко в Бухаресте. На веселе. На веселе. Да еще и преподавательница была с нами. Тоже на веселе. Когда только домашнего задания было дело освоение знаний. Мы работали и учились, но находили моменты и для потехи. Были моменты в нашей работе, когда наши поддаркования были умные, звучали ненепо и вызывали не всегда бездорезные аэропорции. В этом ситуации, тоже говоря, уровня смеха. Значайше всего, заслужили мы смеются люди и берутся в бухтёры и даже в бухтёры. Но, в битчане, я читала, что смеются в бухтёры некакет нам. Сегодняшняя презентация является праздником общения, праздником знакомства и обмена знаний. Праздник, который всегда будет с нами. А знаете происхождение этого выражения? Это, на самом деле, русское название книги воспоминаний американского писателя Эрнеста Хемингуэля. Праздник, который всегда с тобой. Для него Париж – это место, воспоминания которого поднимают настроение. Радует всегда и везде, где бы он ни был. А нам так думается, что после окончания школы Варна станет для нас праздником, который всегда будет с нами. И давайте считать летнюю школу Варни праздником урожая. И посмотрим, с каким урожаем мы все уйдём 25 августа. И пускай в конце все расскажут об этом. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, спасибо. Будапештский элемент, где? Когда мы занимались этой тематикой, мы знали, что урожаем намного меньше таких прозоризм, которые связаны с танцами, с праздником, чем русском. Это очень интересно и напоминает, что мы говорим о том, какие мы в Венгрии научатся. Мы точно не знаем. В Венгрии есть очень распространенный, то есть известный прозеологик Ширва Вигода Майя, который в переводе звучит так, в Венгрии веселятся плача. То есть, когда вы сплятся, они плакают. Это тоже говорит о том, что какие мы, ну, какие мы, не знаю, может быть, в протяжении недели вы узнаёте. Мы готовили для вас письменную задачу. Вы будете работать в группах. Каждая группа получает одну бумагу. И вас проба вы должны писать нечь. В первую и старую часть этого видео. На это получаете две минуты. Давайте попробуем задачу. Вы начали запретить одну игрушку из Павелика Майя Дмствицы. Каждая группа. Скаждая группа. Добрыму человеку. Какой конец? Всегда один конец в день. Всегда один конец в день. Никогда конец в день. Никогда не встук. Ну, уж и просто. Третья группа. 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 Третья групп. Третья группа. 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 Третья группа.